тут у папани гараж который он сам сделал закрывающимся эта улица их не так устанавливаем мега пульс очень гореть вон смотри жесткие какие вот это немецкое качество но все равно нельзя сейчас ставить можно ставить всегда ну да вот сломается еще не сломается вот вот его сюда вот скотчем приставлю вот второй вот в этот плюс плюс поставлю красный вот сюда прикреплю вот это минус минус сюда вот минус сюда все прикрепляй не надо сейчас это как я буду сломается а когда зачем летом когда машину нет когда плюс плюсовая будет температура плюс 2-3 градуса тогда поставлю вот сюда вот скотчем прямо то сейчас скотч не привет какие не приклеит вот так вот это вот это вот или изоленты затягивающие есть такая штука как это называется ремень затягивающий а я это какие-то как и этим скотчем вот так самое хорошее только которая для изоляционных работ ну вот скотчем вот сюда и у тебя место трудаю вот как его сюда а вот тот прибор для чего а тот прибор а тот приборы заряжать вот отснял это как его аккумулятор чем с ней снимать он уже когда разрядится ну виду того что у меня по плюс есть он будет держать всегда будет держать тебя не такой этот прибор очень редко будет пользоваться почему а потому что а зачем он уже когда я на машине ездишь она сама по себе это аккумулятор заряжает не знаю посмотрю в интернете что там пишут и сейчас такую погоду тоже все можно вот так что там на втором этаже посмотрим чуть а это у тебя второй этаж то где у тебя а я так как его это сфотографируешь чего на камне напиши зимние алкаши вот такой домик у них красивый было летний кого это что-то тебя за знак а я так как колодец колодец вон там у него вилла как будто без крыши кажется смотришь и как будто крыши нету дома снег ой у него у вас наш телефон есть телефон что ли работает телефон есть телефон есть работает но он это когда пожарный пожарный цели пожарных вызывать сейчас мы по пожарникам прям цивилизации что ты думаешь он выдерживает минус 30 минус 40 минус 40 выдерживает электроника объявление а я твои наличники надо снять папа там тоже беседку строил минус 25 наверно я такая вот кошмар полодрыгов так ой ужисти кожести нашего поселения которое они в котором они живут уже десять лет в таком домике раньше жили настраивали вот это ну кирпичом обрабатывали так почта почту носит почему 150 рублей что такое 150 рублей дураки написали стоимость этого ящика 150 а этот конус мамочки а это конус а конус почистим это все я сам делал мы красиво айте тут лебеди сейчас мы увеличим это приблизишь так а вон внизу там морды он видишь а старик старик откуда ты такой набрал сюжет в интернете все папа не у нас а там гербы вон видишь наверху сейчас мы подожди мы начнем слева направо так снизу там лебедь идет сосульками потом идет старец герб внизу герб это как-то жди старец горки в аксар но визу минной внизу наверху наверху лебедя внизу и наверху значит после старца идет значит цветочки 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 потом идет герб Чебоксар, 5 лебедей. Почему 5 лебедей? А там не лебеди, там это как герб Чебоксар. Почему 5 лебедей, ты знаешь? Почему 5 именно лебедей, ты знаешь? А 5 гусей, это как на старинной гербе было. А там старинный герб, с другой стороны, там это как даракон был. Да ты что? Ладно, дальше смотрим. Подожди, я смотрю, значит, приближаем мы этот. Приближем еще наличник. Там, значит, лебедь в углу. Дальше идет роза, роза, тюльпаны, по-моему, тюльпаны. Это ты сам скомпоновал узор? Да, да, я тут все. Папа не сам скомпоновал узор. Там у нее, значит, потом уже какие-то пассифлоры идут. Пассифлоры какие-то идут. Там, значит, уже идет герб Чебоксар. Чувашия? А почему три звезды наверху? Что значит три звезды? Никто не говорит. Не знаю. Какое-то дерево счастья. Да. Где дракон? Дракона нет. А, вон внизу, внизу, ниже герб Чувашии с драконом. А, дракон, дракон, золотой дракон. Какой-то? Это был древний? Да, старый герб. Российский. Да. А вот там вон это кеша, это попугай кеша. Подожди, 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 подожди. Дальше идут лилии. Это же лилии, лилия, роза, пассифлора. Это пассифлора у тебя идет. Дальше идет у тебя пассифлора, пассифлора, пассифлора. Какая-то там. Там шиповник, наверное. Это шиповник, тут какой-то уже украинца, у тебя хохол. Хохол. Это у тебя тарас бульба, там лебедь. Потом лебедь уже смотрит на другого лебедя. Тут тарас бульба, что ли, у тебя радуется. Я не знаю, какой-то это, как Сталин. Да, это тарас бульба, у него тоже какой-то он. Бабочка, бабочка. Бабочка идет, потом опять у тебя шиповник розы. Бабочка на шиповнике маки. Это маки у тебя, кстати. Наверное, маки там. Потом идет, ой, вот так вот. Опять старый герб. Потом старый герб с драконом, новый герб, пассифлора. Ой, я что делаю, пассифлора, вот так вот. Потом тюльпаны, розы. А там что такое, вот тут после тюльпанов идет? Не знаю. А, кеша, 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 точно сидит. Вон кеша, вон, где-то как полу, но кеша. Кеша сидит, кеша сидит, давай кешу показывать. Там кеша сидит. Кешундра. Потом идет опять, ой, вот так, ой, хода. Какая потом идет, значит, бабочка сидит с собранными крыльями. Потом, значит, идут цветочки, 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 цветочки. Старец. Опять пульта. А, ты же как сделал точно... Нет, у тебя разные они. Потому что, смотри, ну, я думала, что одинаковые. Старец одинаковый, а там у тебя бабочка... Они в разные, только на встречу друг друга смотрят. А мне бабочка нравится, которая с крылышки сложила. Красивая. Тут, значит, старец. Тут, значит, у нас идет тоже цветы. Какие-то бабочки с двух сторон. Потом идут бабочки такие. Тюльпаны. В общем, любимые цветы. Тюльпаны, розы и бабочки. Так, надо вот так вот подробненько показать. Запечатлеть красоту. Умельца-резчика. Вот так, вот так, вот так вот. Ты их как, прибил, что ли? Ну, это на дюбеля. А слушай, вот тот, который, помнишь, тут такой знаменитый есть этот, тоже этот, помнишь, красивый дом, знаменитый очень, в сторону Икова ехать. Как это? А, там, да. Он живой, что ли, этот умелец? Красивый. Да, ну, это, видимо, умер. А дети, дети так поносно раскрасили. Да? Вообще, как его, это, грубо. Грубо, да? У него там была вообще красота, конечно, была знаменитость. И он, сними, он, скажи, как его, вторые автоматические ворота. О, вторые автоматические. Да покажи, а ты же, а тут, в общем, не убираешь и ничего, в общем, тут мышки бегают и кот ловит. Автоматические ворота. Так, мы эту уберем. Все. Ну, ничего, у тебя автопарад хорошо этот, как его, приближает, приближает и, ой, мох какой-то. Это что-то, рябина? Мухи. Это вот тоже же наша? Это наша. Красота. Такая. Красотень. О, тут это вы за водой ходите? Что? Работает? Колонка. В баню зимой набираем отсюда. Почему? Почему отсюда? Да. Такая колонка. Вода-то вкусная, что ли, тут? А? Вода вкусная? Очень вкусная, но только очень минерализированная. Боржоми, в общем. Почти боржоми. Вот, в общем, вот такие у них тут. Вот, скажи, это как теплица, где, вот, теплица. Теплица, ну, это аж уже постройка соседей, а это вот теплица, где я там ходила, бродила. Из-за ограды, где елки, там уже нету никаких луга. Там нет, там уже как-то склоны, гора, и вниз, крутая гора там. И там пруд внизу? Там это как-то метр семьдесят, наверное, это как-то... Слушай, а почему ты не сделал тут? Слушай, ты еще не установил этот водосток? А? По низу не установил водосток. Ну, чтобы вода сливалась дождевая. А, нет, я не ставлю желоб из-за того, что зимой снег пойдет, и это как-то... Ты его летом ставишь? И вообще не ставлю, зачем? Не надо ничего. Так он тебе течет туда, зачем вода-то? Пусть собирается. А, и зачем? Вода есть, это в этом полно. Ну, он тебя, чтобы не размывал этот... Прогу-прогу, у меня пруд есть, воды полно. Чтоб не размывал тебе этот... А там надо это сделать, бетонировать. Бетонировать желоб? Нет, не желоб, называется... Как я? Нет, тоже... Как? Забыл, как называется. Ну, не знаю, нас сосед, этот кровельщик, нам поставил. Да. Вот такой домик. Мужу покажу, красота. Ой. А я думала, что ты побольше наличники сделаешь. А? Наверх-то сделано уже тоже? Да, наверх сделано. Только сейчас, как зимой не поставить? Ладно, антенна тут у них есть. Вот так вот у них. Вот у него горошок. Это его любимая машина АК. Он вот... У нас был... Ты, что ли, АКУ запускал в производство? А ты запускал АКУ в производство? АКУ? Да, я. Папаня у нас запускал АКУ в производство. Первую АКУшку я с ним собирал. Вот, первую АКУшку у нас Папаня собирал. Где-то даже фотографии есть. В общем, вот такая. Сейчас ты заезжаешь, да, в гараж? Все. На этом мы заканчиваем. Наши привиденьки. Привиденьки. О, вот этот песок красивый. На просветы. Вот так вот красота.